Мой совет, нам всем надо быть более ответственными. То же самое, вот различные сборы, что там ребеночку нужно помочь, да, деньги собирают на личную карту, там 160 миллионов рублей надо собрать, давайте будем собирать на личную карту Сбербанка, 160 миллионов. Возникает вопрос, а почему люди, если нужна такая большая сумма, рассылают спам в социальных сетях, а не обратятся в благотворительные фонды? И когда их начинаешь спрашивать, вы обращались в благотворительные фонды, покажите документы, эти люди сразу говорят, нет, нам отказывают в фондах, мы никуда не обращались. То есть это явно обман, мы этого не понимаем, и давай все друг другу рассылать. Или вот опять же в одноклассниках там сейчас запустили какую-то фейковую новость, якобы парень какой-то пропал, надо его обязательно спасти, все друг другу рассылают, разошли всем, разошли всем, надо найти человека, там уже месяц прошел. А продолжают рассылать вот этот спам. И причем, что самое смешное, меня просят разместить на моих страницах. То есть мне пишут и говорят, батюшка, у вас много подписчиков, разместите у себя на странице сбор для вот такого вот ребеночка, который умирает. Или там разместите у себя на странице еще какую-то информацию, мы сможем так больше денег собрать. А когда я знаю просто, как это проверяется, я ввожу в поисковике имя, фамилию человека или поиск по картинке. И начиная по картинке искать, в 99% случаев оказывается, что это проходимца. То есть просто люди обманывают, представляете, и даже не переживают из-за этого совершенно. И я вот просто удивляюсь, как мы не анализируем информацию, мы верим всему, что нам присылают. Это для меня страшно, потому что могут вот так же эти псевдомолитвы рассылают. Поделись молитвой, которая изменит твою судьбу. Или сильная молитва, которую будешь читать в течение стольки-то дней, у тебя все изменится. И столько всего вот этой гадости распространяется по интернету. И смотришь, вот, к сожалению, мы любим такое. Любим чудеса какие-то, любим вот эти все новости фейковые, особенно там про конец света, что-то пугающее такие. Когда священник говорит какие-то серьезные вещи, нужные, там особо это как будто бы никому не интересно. Но когда вот эти глупости начинают говорить, все ставят лайки, там делятся и распространяют вот эти фейковые новости. Я честно скажу, я просто удивляюсь, как мы можем в это верить. Вы говорите же, все взрослые люди. Но мы абсолютно не анализируем информацию. Я понимаю по этой причине, почему Мавроди у нас так смог МММ свою пирамиду развить до таких масштабов. Потому что он говорил, и ему верили. И вот это отсутствие критического мышления, оно меня очень сильно удивляет. Если сейчас выходит какая-то новость, она должна быть обязательно на каком-то официальном сайте или официальном ресурсе. И это должно желательно быть видеообращение. Потому что видео подделать гораздо тяжелее. Если нету ни того, ни этого, уже стоит насторожиться. Кроме того, если, допустим, это какой-то человек, то должны быть указаны данные, как его зовут, где он живет, где он работает. Если, скажем, это священник, то у священника должно обязательно быть указано место служения, в какой епархии он служит, в каком храме он служит. Указан номер телефона, по которому можно позвонить и спросить. Батюшка, это точно вы? Это ваш номер телефона? Вот у меня на страничках везде указан мой номер телефона, указано место, в котором я служу. Ко мне можно приехать в храм и встретиться со мной, можно увидеть, как я служу. Кроме того, я сейчас делаю трансляции богослужений из храма. Можно посмотреть, как я служу в своем храме. Иногда люди мне звонят и спрашивают, батюшка, это точно ваш номер, это точно вы? Я считаю, это нормально. Лучше лишний раз убедиться, чем не доверять друг другу или распространять какую-то ложную информацию. Я специально стараюсь действовать максимально открыто и все людям рассказываю, чтобы не было каких-то недоговорок, каких-то домыслов. Чтобы никто не мог этим воспользоваться, что якобы что-то там непонятно и люди выдумывают. Поэтому мой совет ко всем, будьте очень осторожны, особенно в пост. Сейчас искушения могут быть, какие хочешь. А тем более, когда сейчас у нас идет вот эти новости все про коронавирус и тому подобное, то это вообще ужасно, потому что люди умирают, а кто-то здесь себе собирает какие-то лайки на этих темах.